подписчики и гости канала сегодня хотела бы вам очередной раз рассказать про посадки орхидеи в закрытую систему такую вот большую вазу хотела я купить вазу другую но такой уже ваз там не оказалось и пришлось купить вот эту вот это достаточно дорогая спасибо мужу что поддержал сегодняшней ситуации купил вазу ну еще в довеску такую вот фитолампу хотела я заказать себе из китая кстати говоря конечно губи вот я мы были да он брал губи достаточно дорого она стоит тресли с ним тысячи такая лампочка если заказывать из китая конечно дешевле выходит но разговор пойдет не об этом такой орхидеи красотки долго она не радовала своим цветением сегодня я решила обрезать цветонос цветоносы были очень громадные по 90 сантиметров каждый и решила я один из них обрезать повернула и обрезала в итоге ее вот с этим вот цветочком прекрасным но хочу сказать когда она была в 90 сантиметров я на неделю проходила не обрезала в итоге проснулась почечка вы знаете орхидеи вот такой громадный цветонос на кончике буквально бутончика ну хотя пошли бы еще и вот здесь потому что здесь еще есть зародыши может быть еще цветочка 3 но очень это неудобно на самом деле когда такой громадный громадный цветонос и он еще идет в роз и мог бы так еще пойти разветлиться неудобно ухаживать и месяц назад я ее пересаживала в горшок который был больше корневой системы всем советую всегда пересаживать по размеру корневой сама допустила такую вот ошибку в итоге внизу кора закисла и корешки некоторые подгнили нижние они были мягкие удалим уже все обработала чтобы показать именно посадку ну вот так вот у нас она будет сидеть в этой вазочке вот кору я купала тоже сегодня в уби вот вы знаете сейчас покажу даже какая кора вот такая вот кора вот но хочу сказать пачки пачка пачки розы вот в одной пачке прекрасно вот такие большие видите куски а в другой пачке вот они такие сырые уже какие-то обрубки обрезки вот один даже я убрала не буду я сажать вот тоже то ли смола толь вот слизь какая-то и вся весь пакет вот но у меня нету коры заготовлены поэтому будем сажать во всем купной куплю мух в нашем по крайней мере убить только вот такой мух вот продается больше никакого но я купила более такой вот зеленью чтобы он может быть активировался я не знаю вот мы начнем посадку значит первый слой как всегда мы насыпаем керамзит наверное потому что так не стоит делать керамзит можно мелким можно средний крупный в общем то такой прям огромные роли значения это вообще не имеет все равно у нас будет стоять водичка хотела я конечно который я вазу хотела была более прямая здесь все таки внутри вот как бы такие идут и заглубления выпуклость я думаю ничего страшного вот такой вот уровень керамзита я возьму я думаю что можно даже кстати побольше керамзита взять но я не буду я думаю что вот так хватит лошадку еще буквально не знаю мне кажется вполне достаточно беру ну как я уже сказала более такой зеленый чтобы он может быть у нас в будущем все таки вырос будет зелененький если не будет то я на даче наберу на болоте где-нибудь свежего мха обязательно добавлю вазочку чтобы он такой был зелененький пока сажаю многие спрашивали у меня про реанимашку мою который с временем корешками и про голубую орхидейку потому что снимала видео спасибо вам большое что интересуетесь спрашиваете с ними все хорошо голубая дает корешки когда я снимала промежуточное видео корешков еще не было тут я заметил что корешки есть пошли и который было там с тремя корешками по 4 сантиметра тоже я про нее отдельно видео снимала тоже с ней все хорошо корешки большие я уже хочу снять когда уже корни так будет прямо явно-явно видно не буду же я там снимать каждую неделю в принципе я думаю никому это не интересно так мы добавляем еще потому что он потом мог утрамбуется все же у нас ты его казаться такая маленькая маленькая прослоечка хочу я сделать такую подушку из них а я специально купила побольше тоже мы какие-то палочки это хорошо будет все и палочки и листики вот такой случай выдался вот смотрите какая красота я думаю что сейчас будет там когда водичка я думаю что все у нас нормально будет что мы в такой все-таки он зеленовато до этого я заказываю не буду брать не помню какая фирма он пришел тоже в таких вот пакетиков но там он был влажный и он прям был такой зеленый такой явный зеленый и вот орхидейка который у меня с тремя корешками там этот мог 6 прямо зеленеет после керамзита пошел где-то вверх и вот она прекрасно прекрасно себя чувствует в итоге себя вот такую наверно прослойку я для чего добавлять в закрытую систему нужный субстрат субстратит торф не дает многим каким-то болячкам развиваться все таки но надо не надо добавлять много вот этого субстрата чтобы там опять же закрытой системе не было у нас каши переувлажнение какого-то нужно добавить буквально горсточку сейчас мы с вами будем сажать и вы все увидите вот этот хороший кусочек я оставлю вот такие большие мы уже положим я кстати говоря один раз брала тоже кору тоже была одна труха вот эта фирма ну вот в этот раз как видите прям очень очень хорош как будто вот домашняя домашние сборки вся чистая вот именно один пакетик давай еще открыла там конечно нет уже такого прекрасный прекрасный такой коры прямо очень замечательно коран сейчас я высыплю следующий пакетик которого более-менее у меня потому что этого нам не хватит так орхидейку мы не будем я не буду сажать чтоб корень этот был где-то волк у нее вот так мы ее скрутим вот она у нас прямо на этой басочки сидит у нее очень большая розетка сейчас вот даже ради интереса я уже не нужную ветку попросила вот размах у нее то есть еще листики согнутые где-то 53 сантиметра розеточка вот вот листик в принципе листик у меня рос все замечательно было ну вот что-то пошло не так можно еще убрать вот так вот еще сюда подложить из нее чтобы поменьше корешки травмировать не хочется уже она у меня бедненькая так вот неудачно я ее пересадила надо было брать конечно поменьше вот сейчас я покажу горсточку буквально вот такую горсточку небольшую вот так добавить там немножко мха все-таки есть ой мха извиняюсь торпы есть еще чуть-чуть много я никогда не добавляю можно в принципе вообще не добавлять ну и не добавляют но я если не забываю горсточку добавляю так еще забыл добавить что надо добавлять древесный муколь вот я уже добавила вот и сейчас по пути буду еще добавлять часто про него кстати сама забываю такая моя ошибка один раз забыла в три закрытой системы его положить пришлось мне его толочь и класть насыпать поднимать мух и насыпать его ну ничего совсем можно как-то справиться вот так так продолжаем класть корон крупные кусочки я говорю ладно договорились я говорю еще две покупай на окно чтобы было три лампочки по всему периметру и вообще не вопрос буду возвращать если что смеха шуткам смеха шуткам смеха шуткам ну кстати говоря вот те орхидеи которые у меня я насыпала получается что там вообще небольшое совсем количество угля и ничего не растут и не грибков в одной орхидеи у меня появится вот немного такое беленькое пятнышко но я не стала не травить даже не стала я его и через какое-то время орхидеи у меня адаптировалась и вот эта белая типа как ревок что я не знаю наверно началась у меня ушло но естественно если бы оно все продолжалось это то какие-то меры я бы предпринимала вот кстати говоря вот этот пакет тоже вот некоторые есть какая-то вот сырьев какой-то вот посмотрите какой кусочек вообще шикарный не знаю у меня уже что-то влезет не влезет наверное нет у него тоже плохой такой кусок я сейчас вот так сломаю он такой толстенький и постараюсь если влезет вот такой большой положить потому что некоторые используют пенопласт также в закрытых системах я закрытой системе пенопласт не не использую потому что во-первых даже это не эстетично как-то открытая такая колба да все на виду красота такая потом в итоге получается и тут вот этот пенопласт перед глазами все время я как-то ну честно я просто не люблю это хочет любоваться ее красотой цветением сейчас она у меня как раз таки отдохнет после бурного цветения вот наверное судьба что я и сломала цветонос пересадила пересадила неудачно вот так что теперь она у нас я думаю будет хорошо себя чувствовать большие воздушные карманы получаются достаточно вот какие-то корешки все равно когда мы сажаем сломаются потому что мы король это вставляем и все я ее не буду поливать дня 4 потом я ее залью она у меня постоит наверное 30-40 вот так даже такого особого значения не имеет вот и солью она напитает у нас водичкой все будет у нас хорошо такие у нее корешки хрустные наверное я так аккуратно что-то сделала вот она некоторая видите как расходится хорошо конечно свою кору иметь но не менее своей я считаю что это очень-очень неплохой такой вариант бюджетной можем даже сказать одна пачка стоит 80 рублей 80 да 80 рублей вот и достаточно приемлемо вот сейчас мы положим у нас вот так тяжеловато ее будет сливать заливать потому что ваза такая тепло толстая тяжелая сама по себе вазочка вот и и сливать ее будет тяжеловато вот мы докладываем кору и сверху нам осталось разложить мох я делаю как беру вот этот пакетик здесь у меня просто водичка такой такое удобрение больше не покупаем рассказываю почему и вот так начинаю его водичку пшикать мелкое распыление вот для чего для того чтобы просто-напр салон не разлетался по кухне и нос не попадал в это все и начинаю вот так вот закладывать его то есть пытаюсь всегда сбоку вот девушки сбоку вот так вот туда немножко просунуть у нас большие воздушные карманы корни не загниют будет все дышать у нас хорошо вот мок сверху нужен для того чтобы не давать влаге быстро испаряться особенно летом но если вы зажаете закрытую систему и допустим вы понимаете что не хватило мха положить сверху ничего страшного потому что она себя и так будет нормально чувствовать какое-то время можно обойтись без мха я знаю что девочки некоторые вообще сажают без мха вот ну я использую мух мух с фагмом еще идет так же как антисептик вот то есть под гнили от всякой хвори болячек тут у нас есть много немного еще с кусочек пойдет увидела я сейчас уголь тоже идет от всяких заболеваний каких-то там болячек гнили то есть все в совокупности образует вот такую такую систему которая не дает орхидеи сгнить очень хорошо для реанимации орхидеи то есть да некоторые используют держит под водичкой некоторые там просто над корой но лучше мне кажется метода именно для реанимации для вытягивания вот этих корней которые не хотят расти лучше не придумаешь корешки тянутся к влаге некоторые даже деревья я вот недавно читала даже вот те же самые яблони наши груши садовые сливы когда засуха они могут на 5-6 метров глубину свои корешки тянуть ищет влагу они чувствуют что где-то там влага течет там ручей бьет подземный или что-то там в этом роде и они тянутся к влаге понимаете то есть как бы все они живые вот на клеточном уровне они вот ищут также орхидейка она чувствует что здесь будет влага и она будет тянуться но пока вот эта орхидейка будет адаптироваться к закрытой системе придется раза два а то и три наливать полностью пол он чтобы орхидейке было легче справляться влаги не будет хватать потому что у корешков расстояние большие карманы воздушные я так смачиваю мог чтобы с него когда нажимаю не текло ничего не должно сейчас корешки поломались где-то я их в корову засовывала в эту крупную она должна вот эти все свои ранки затянуть она должна как следует просохнуть и влажный мох это идет только лишь для нашего удобства чтобы сухой он сами знаете он такой летает воздушный тем более мох покупной мелкие вообще абсолютно такие кусочки которые разлетаются вот глубоко глубоко высоко вот я бы не хотела поэтому я его вспрыскиваю и он просто он сейчас просохнет буквально за полчаса вот наша работа с вами окончена вот такая вот красотища получилась ваза конечно получилась очень-очень тяжелая но не было ваза которой я хотела которая полегче но здесь толстое стекло она зато не разобьется то есть ее можно хватать брать как угодно она не разорвется у нее вот толстый низ толстые края брала я убил сразу же зная что будут вопросы а я где-то покупала вазу покупала я в нашем нищенском убив в котором мы сегодня с мужем ездили все орхидеи гнилые гнилушки уценки не делают на них мне понравилась орхидея пастельного цвета такого красивого но у нее в горшке вообще ничего нету то есть их там заливают уже выдернутые из горшка орхидеи стоят у них вот эти торфяные стаканчики кстати gmp я видела была тоже торфяной стакан корни все гнилые вас никаких нету осталась одна рюмка такая громадная две рюмки поменьше потом ведерком колбочка одна стояла и вот это где-то в сторонке я думала все я не хотела сажать в бокал большой у меня орхидея растет в бокале она достаточно занимает много места ну и как-то не очень удобно до конца года сливать вот я хотела именно прямую мне удобнее с ними как-то обращаться с прямыми мне хотелось на прямую вот ну вот это вот стоит я уже 700 рублей такая вот вазочка но я говорю очень то есть толстое стекло можно ее вот брать так смотреть крутить вертеть вот она у меня хорошо сидит вот орхидейка вот не болтается не шатается потому что все таки корневая у нее осталась я надеюсь что будет все хорошо мы будем наращивать она сейчас у меня отдохнет продолжительного своего цветения вот такими прекрасными цветами она цветет цветы по 10-12 сантиметров у нее очень-очень красивая не жалею что сломала цветонос вообще когда я пересаживаю орхидеи из горшочка в горшочек то есть из коры в кору я вот такие вот цветоносы не удаляю вот то есть пересадила она даже может через две недели какой-то у нее там стресс да определено она может пустить почечку какую-то свою спящую и пойти в рост но мы пересаживаем все-таки из коры из горшочка с дырочками пересаживаем закрытую систему для орхидеи это что-то новое это такой стресс ей надо адаптироваться привыкнуть поэтому своей орхидеи вот со спящими почками с обрезанными цветоносиками я все-таки стараюсь как-то им облегчить задачу обрезать эти цветоносы даже вот когда почечки уже вот зарождаются вот как здесь то есть вот была почечка у меня наверное дальше продолжение было тоже пошли бы вот эти вот спящие почки если бы я сегодня пересаживала я вот цветоносную я все равно бы обрезала даже если бы я его случайно у меня и ситуация не произошла ей будет так проще она сейчас отдохнет наберется сил подписчики и гости канала сегодня хотела бы вам очередной раз рассказать про посадки орхидеи в закрытую систему такую вот большую вазу хотела купить вазу другую но такой уже ваз там не оказалось и пришлось купить вот эту достаточно дорогая спасибо мужу что поддержал сегодняшней ситуации купил вазу ну и еще в довеску такую вот фитолампу хотела я заказать себе из Китая но кстати говоря конечно у Боби вот я он убрал на губе